Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame. И сегодняшнее видео будет посвящено циклу трудовые будни на проекте РАУ. Ну, а так как фармить-то мне не приходится, и вся моя работа это свести воедино на наш склад какие-то заказанные необходимые ресурсы или изделия других предприятий. Таким образом мне нужно скомплектовать и подготовить базу для того, чтобы делать собственные изделия и, естественно, выставлять или отвозить их на продажу. Ну, а так как доставка стоит денег, то в основном предприятия предпочитают приезжать и забирать свой товар самовывозом с нашего предприятия. Из-за чего у нас освобождается огромное количество времени, которое можно потратить на изготовление товара и отправку его на экспорт. Такая возможность есть у каждого предприятия, но и мы не исключение. Этим мы, наверное, и позанимаемся. Ну, а в дальнейшем посмотрим недвижимость. Здорово. Здорово. Ну, чё, как? Да я вот поработал, сейчас всё забито, всё выполнено, всё сделано. Опа! В общем-то, сиди и развлекайся. Хорошая музыка, продолжай. Ну, посмотри, может, какого-то товара хочешь добавить или убрать, например, там, не знаю. Я забил всё, что смог, всё сделал. Там ящиков дохренища, ткани есть. Если хочешь, вот добавь ещё ткани. У нас на складе много тканей. Нет, ткани ещё, кстати, можно подделать, наверное. А вот доски много, много сделал. Железо привёл, железо есть и в магазине, и на складе. Полиэтилен. В общем, всё есть. Вообще замечательно. Делать только нечего. Алина, а что вы купите, продать что-то, ничего нельзя? Не знаю, вот. Всё есть. Решаю вопрос. Всё, лётчик. Лётчики сегодня молодец, доставил брёвна, доставил, и самую, ну, ткань я подделал. Много чего сделал, лётчик, но говорит, устал, пойду отдыхать. Я знаю, что подумал, может это, делать палеты нам сейчас. Это сложно? По ресурсам нам не сложно. Нужно ящики, парашюты, я не помню сколько. И нужно их доставить на Южный, там сделать палеты. И чтобы оттуда прилетал этот лётчик, оттуда забирал, пять палетов забрал, и полетели на этот остров, где они покупают всё. Там же рядом продал. Надо взять два грузовика, поехать туда, сделать палеты, договориться с ними, чтобы он забрал нас оттуда. Доброе утро. Как самочувствие и настроение? Да, не официально. Не, я хочу сейчас палетами заняться. Хочу на Южку отвезти несколько палетов. Ты можешь когда-нибудь забрать нас? Ладно. Хорошо, я к тебе позвоню после Бори. Ладно, давай. Пока. Раз, два, три, приём. Приём, приём. Дорогу знаешь? Ха, ещё бы. Ну, дуй вперёд тогда. Я ж только на эту Южку въездил, что это просто кошмар. Ну, и вот таким вот образом, после недолгих и непродолжительных переговоров с авиатранспортной компанией, мы грузим в себя свободные ящики, излишние ящики, которые скопились на складе, изделия. В нашем случае это парашюты, которые тоже мы наделали лишних, и их пока не выкупают. Всё это мы грузим в два грузовика и везём на Южный экспортный рынок. Как я и сказал в начале ролика, подобной деятельностью может заниматься каждая компания на этом острове. Сложности связаны только с перегоном. Южный экспортный рынок находится очень далеко, в конце карты, ну и загруженностью авиакомпании. Ну, и вот таким вот образом выглядит точка, где мы будем делать палеты. Сам процесс изготовления палетов, ну, так назовём это, палетирование нашего товара, от нас ничего не требует. Выгружаем в станок нашу продукцию и какое-то время ждём. Вообще на проекте очень много высвободил свободного времени, в которое можно просто сидеть и общаться. Что я, например, очень люблю на роли-плей проектах. Отношения, взаимоотношения, общения. Теперь для этого очень много свободного времени. Ну, и вот по договору с авиакомпанией прибывает самолёт, в который мы и будем загружать нашу продукцию, которая уже будет выглядеть как палеты. И будет вмещать в себя немножко больше товара, чем обычно. Ну, а далее всё по плану. Один из нас, то есть один из представителей конторы, фирмы, завода, фабрики, садится в самолёт и улетает с пилотом для продажи. Ну, а после удачно совершённой сделки мне выдали премию, на которую я и хотел бы поехать и купить себе какой-нибудь домик. Небольшое накопление у меня было и премия мне в этом как раз помогла. Воспользуясь корпоративным транспортом, я поехал в южную часть острова, чтобы найти себе там какой-нибудь домик. Хочу я приобрести его вот где-нибудь в этом райончике. Райончик спокойный и недалеко находится очень много предприятий. И тот же самый южный экспортный рынок тоже находится, ну, в сравнении недалеко. Ну, хотя он специально вынесен на огромное расстояние, чтобы это не казалось вам слишком простым занятием ездить на южный экспортный рынок. Ну, а что касаемо недвижимости, то я ищу себе примерно вот такой вот двухэтажный домик. Надо сказать, что на этом проекте с недвижимостью все не так просто. Недвижимость зависит от того, где она расположена, как она выглядит, этажность недвижимости, расположение от столицы, отдаленность от столицы. В общем, играет очень много разных факторов. Здесь нет такого, что один дом стоит по всему проекту одинаково. Нет. Вот, например, такой вот домик с отдельной выделенной территорией, с благоустроенной территорией, будет стоить гораздо дороже точно такого же дома, отдельно стоящего без вот такой вот красивой территории. Поэтому и цены тоже разные на них. Ну, и если вы эстет и любите, чтобы ваш взор радовала какая-то красота вокруг вашего дома, то, конечно, за это придется заплатить. Ну, и вот вы видите сейчас стоимость этого дома. Домик этот стоит, кстати, на огромном отдалении от столицы. Как раз вот в том райончике, где я себе ищу. Мой же бюджет всего 100 тысяч. Ну, у меня денег чуть-чуть побольше, но я хочу еще и расширить себе хранилище. И здесь есть возможность расширения гаража. Да. Вообще, дома есть на любой кошелек. Цены начинаются от 30 тысяч. Это на маленький небольшой домик, отдаленный от столицы. И заканчиваются они, как я заметил, по-моему, одним миллионом. Ну, это будет отдельный комплекс жилой. Вот такой вот, как я уже показывал, красивый, благоустроенный. И где-то рядом со столицей. А я же остановил свой выбор вот на таком вот двухэтажном, как и хотел, но скромно стоящем домике. Стоит он всего 100 тысяч. В общем-то, не такие большие деньги. Приобретаем этот дом. Денюжки списываются с вашего личного счета. Наличку носить не надо. И далее у вас открывается меню, в котором вы можете расширить свой склад. Выполнено все вот таким вот образом. И можете заметить, что не только склад, но еще и гараж. Можно тоже расширять. Но мой дом уже имеет 4 слота в гараже, поэтому расширять мне нет никакого смысла. А вот склад я расширил. И происходит все то же самое. С вашего личного счета списываются денюжки. Опять же, ничего носить не надо. Далее выставляете значение 1 на 0. Это будет обозначать, что ваш дом снят с продажи. И он теперь принадлежит вам. Далее можно посмотреть на склад. Но здесь, к сожалению, ничего оригинального мы не увидим. Стоит обычная коробка, которая обозначает наш склад. А вот гараж здесь сделан по аналогии с игрой GTA 5 RP. Мы просто подгоняем машину к дому. И этот дом уже, как и в GTA, имеет свой гараж. Все, паркуем машину. И у нас она исчезает. Вот, в общем-то, и все. Ну и как я и хотел. Дом, как вы можете заметить, я купил в южной части этого острова. Теперь он у меня горит на карте. Выглядит это вот таким вот образом. Ну и, в общем-то, наверное, все. Я стал счастливым овладателем недвижимости на этом проекте. Ну и что-то про недвижимость рассказал вам. Ну а дальше у нас на очереди отдых. А в качестве развлечения от трудовых будней администрация устроила очередной ивент, связанный с гонками. И называется он «Гонка на выживание», в которой участвовало огромное количество людей. Ну и, в общем-то, выглядело это вот таким вот образом. Всем раздали автомобили, стоковые красные автомобили, чтобы было хорошо видно их. Рассадили зрителей на летную технику. Ну а участники выстроились в линию и разделились на пары. Таким вот образом организовались экипажи, состоящие из водителя и стрелка. На пути следования экипажам надо было проехать несколько зон. Первая зона – это зона лута, где экипажи высаживались и подбирали оружие. И вторая зона – это зона, где разрешена стрельба. Ну и, естественно, что до финиша добрались не все. Уже на пути к первой зоне отлетело очень много людей, что, конечно же, выглядело очень интересно и смешно. Машины бились, разбивались, взрывались, люди разлетались. К сожалению, не удалось поснимать зону со стрельбой. Ну, жаль, конечно, но и без этого было достаточно весело. До финиша, к сожалению, добралось всего четыре экипажа. Четыре экипажа победителей финишировали вот в этом вот месте. Естественно, что тем, кому удалось финишировать на финише, ждала награда и достаточно серьезная денежная награда. Ну, а тем, кому не удалось доехать до финиша по той или иной причине, праздновали свое участие в этой гонке на больничной койке. И, наверное, вот на этой вот ноте и будем завершать этот ролик из цикла «Один день из будней работяги». В дальнейшем я планирую показать еще какие-то рабочие занятия и специальности на этом проекте. Ну, а пока у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok